На календаре 31 декабря. По всей стране проходит единый день безопасности дорожного движения. ГАИ усилила контроль за нетрезвыми водителями и пешеходами. Статистика свидетельствует, из года в год в новогоднюю ночь число пьяных автомобилистов увеличивается в разы. Лучше дома отпраздновали и никуда никто не спешит. Отошли все, будни, повторник и поехали. С марта в Беларуси ужесточили наказание для горе водителей. Согласно новому административному кодексу, к ответственности привлекают тех, кто сел за руль под градусом впервые. Теперь все зависит от степени опьянения. Штраф от 2900 рублей. Госавтоинспекция напоминает, если вам известно о том, что транспортным средством управляет лицо, находящее в состоянии алкогольного опьянения, либо же на проезжей части находится пешеход, не заведите нас сообщать по телефону 102. Изменилась ответственность и за повторную пьяную езду в течение года. Максимальный срок лишения прав – до 8 лет. За аварию в состоянии алкогольного опьянения, которая повлекла смерть, либо тяжкое телесное повреждение, виновнику грозит от 3 до 8 лет тюрьмы. Только в Бобруйске с начала года наряда ДПС остановили 338 нетрезвых автомобилистов. 11 из них – за повторную пьяную езду. По всей стране цифра куда внушительнее – свыше 15 тысяч горе водителей. 71 человек погиб, 282 получили травмы. Садясь за руль пьяным, человек абсолютно уверен – с ним не произойдет ничего плохого. Возникают чувства вседозволенности и безнаказанности. Кажется, что все находится под контролем. Однако на деле это далеко не так. Всего одна рюмка способна превратить водителя в убийцу. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.